МИД НАЛЬСОЛЬС РАЛЛИ Старую историческую гонку, которая проходила как раз летом в период Белых Ночей. Именно сегодня они в нашей программе. Растет с чведского автоспорта начинается в 50-е годы. Именно в это время усилиями одного из крупных дилеров автомобилей Вольво Эрнста Нильсена образуется Королевский автомобильный клуб, который в 1950-м году проводит первое ралли Тудамидная Цан. Я помню, как все начиналось в 1950-м. У истоков стоял Эрнст Нильсон, большой дилер Вольво. Он же организовал Королевский автомобильный клуб. Тогда МИД НАЛЬСОЙ РАЛЛИ стартовал в Стокгольме и не финишировал далеко на севере в Керуне. В наши дни ралли возрождено, однако теперь здесь участвуют только классические автомобили, и оно очень популярно. Это гораздо дешевле, чем обыкновенное ралли. Не совсем, конечно, дешево, но все же доступнее для всех. К тому же это очень интересно, потому что участвуют вот такие замечательные классические автомобили. Маршрут наших дней совершенно другой. Ралли стартует в Элме, именно здесь проходит регистрация и техкомиссия. В современном МИД НАЛЬСОЙ РАЛЛИ два зачета. Первый из них регулярный. К этим автомобилям не предъявляется никаких особых требований. Главное, чтобы они могли выезжать на обычной дороге. Работала вся светотехника, был закреплен аккумулятор, и если предполагает комплектация, были ремли безопасности. Больше ничего этим автомобилям напрягаться не придется. Этот зачет напоминает российское ралли третьей категории, или штурманское ралли. Примерно по таким правилам проходит и российское ралли «Золотое кольцо». Испешная прогулка по красивым местам. Не более того. Если в регулярном зачете автомобилей порядка 50, то вот в этом, более грозном, который здесь называется исторически, их под сотню. В этом шатре старичков досматривают с пристрастием. Каркасы, ремни, шлемы – все должно присутствовать и работать. Эти машины, несмотря на свой преклонный возраст, пойдут в боевом режиме. В этом и состоит главное отличие шведского исторического ралли. Кстати, состав участников, как автомобилей, так и пилотов, весьма внушительный. Каких только автомобилей тут нет. Конечно же, шведы. Volvo PV 544, Volvo Amazon, Sub 96 Sport, BMW 700 Coupé, легендарный мини, жуки, Porsche и даже легендарный гроза группы B «Лянча Стратос». К сожалению, машина утратила оригинальную раскраску Алла-Италия, но это не реплика, а оригинальный спортивный болид. Список можно продолжать бесконечно. Renault, Ford, Alfa, Toyota. Каждая деталь этих автомобилей, от гайки до наклейки, соответствует той эпохе, которую они представляют. Люди под стать автомобилем-легендам. В списке пилотов 16 чемпионов Швеции разных лет. Среди них Бьерн Вальдегор, победитель мирового первенства 1979 года. Сейчас, как и тогда, выступает на Ford Escort RS 1800. Еще одна звезда – Леонард Блонквист, более известный как Стик Блонквист, чемпион мира 1984 года. Блонквист начал выступать в 1964-м за рулем САП-96. В первой же гонке он занял второе место. Вместе с заводской командой он еще пять раз становился победителем национальных чемпионатов. Именно он принес марке первую международную победу в британском «Рок-рали» за рулем САП-99 Турбо. В 80-х пилот выходит на международную арену сначала с лянчей, а затем с командой Talbot Sambi Lotus. Но за его титул ему удается на Audi Quattro. Сегодня он выступает в историческом ралли именно на этом автомобиле. Кстати, поговаривают, что знаменитый Татгировский Стик никто иной, как Блонквист. Мол, Леонард принимал участие в первых записях программы. Оттуда пошло это имя. Но сам чемпион всячески открещивается от этой истории. Кстати, реплики легендарного САП-99 Турбо Блонквиста также заявлены в гонке. И в кузове одного из них по-своему звездный экипаж. Штурман этого белого 99-го никто иной, как Денис Жараде, чемпион мира 1994 года, выступавший вместе с Диди Ариолем. Однако за рулем не профессиональный гонщик, а русский бизнесмен Владимир Антонов. Тот самый, которого Швеция уже полгода именует спасителем САПа. Именно компания Антонова заключила сделку по покупке легендарного шведского бренда. Появление русского миллионера в таком качестве вызвало ажиотаж. Оказывается, он привел фактически инкогнито по приглашению шведского историка ралли-клуба. Отправляя имейл, Йорген Труит не мог предположить, что Антонов примет приглашение. Шведы настолько растерялись, что толком не успели подготовить автомобиль. Из-за проблем с мотором САП Антонова проходит техкомиссию на веревке. Но, к счастью, он хотя бы сумел выехать на суперспешл. Показательный спецучасток проходит на ипподроме. То, что здесь происходило, можно назвать ралли-кроссом. Асфальт и грунт, эффектные заносы и восторженная публика. Но это всего лишь разминка перед самим ралли. Общая протяженность маршрута более тысячи километров, которые участникам предстоит преодолеть за три дня. В основном это дороги общего пользования, если не считать спецучастков, протяженностью от 5 до 10 километров, которых набралось около 20. Спецучастки для боевых машин и туристов абсолютно одинаковые. Сложные, грунтовые и зверистые грейдеры, по которым уже много лет проводятся ралли-швеции. Разница в том, что задача тех, кто едет на постоянное движение, показать заданную среднюю скорость. Как правило, она не превышает 50 километров в час. На первый взгляд, это совсем не быстро, но довольно сложно, поскольку у штурманов нет возможности прописать трассу, как это сейчас происходит на чемпионатах. Они едут слепую, безоговорочно доверяя роутбуку. Такой режим безопасен как для участников, так и для автомобилей, среди которых есть по-настоящему редкие экземпляры. Например, вот этот HRG Roadster 1939 года выпуска. Хозяин машины Роджер Эриксон в кресле штурмана, за рулем спонсор. В последние годы Эриксону тяжело содержать этот автомобиль самостоятельно. Одна из целей участия в этом ралли – попытаться продать автомобиль в хорошие руки. Первый раз я продал эту машину, когда мне было 20. Сейчас мне 73, и она вновь со мной. Это моя большая любовь. Я помню, как приходилось ее восстанавливать фактически из ничего. К сожалению, сегодня содержание этого автомобиля для меня слишком дорого, поэтому сейчас я участвую в ралли со спонсором и ищу возможность продать этот автомобиль. Наверное, это самый редкий и самый древний представитель Рода автомобильного на этом ралли. Были и другие, не менее интересные экземпляры. Например, Остин Хэлли 3000. Данный автомобиль выпускался с 64 по 67 года прошлого столетия, и, как видите, многие экземпляры по-прежнему на отличном ходу. А вот еще один британец, другого подразделения BMC, MG. Пространственная рама, независимая подвеска и небольшой мотор объемом полтора литра. Этот автомобиль выпускался до 1962 года. Тем не менее, он и сегодня способен показывать хорошие скорости на таких дорогах. А это Mercedes 300 SL Roster, собрата легендарного крылочайки, самого быстрого серийного автомобиля 60-х. Мощный трехлитровый мотор имеет очень сложную систему масляного охлаждения. Для ее заправки требуется 10 литров масла. Обслуживание автомобиля – целая история, но Ларс Эрик Ларсон с этим успешно справляется. Через полчаса после прохода очередного регуляра в канал выходят боевые машины. Сиски маршалов, добровольцев из местного населения отгоняют зрителей подальше от трассы. Напомним, что раи проходит по старинке, как было 50 лет назад. Один линейный маршрут, никаких прописей трасс, только роутбук, составленный организаторами. Доверясь ему, надо показывать максимальную скорость. Невероятно, но классические автомобили показывают приличные времена. Как и в былые годы, в классе до 1000 кубиков балл проет СААП 96. Другтактные моторы объемом 840 кубиков выдают до 57 лошадок. Их хватает, чтобы резво разгонять 850-килограммовые автомобильчики. Ведь когда-то успехи в ралли сделали машину культовые. 96-й официально поставляли в Великобританию. Берн Йоханссон купил свой СААП в 1971-м. Ему нужна была машина для поездок на работу, и в то же время он уже увлекался ралли. Поэтому выбрал СААП 96. В 1977-м он, как сейчас говорят, поменял машину. Но спустя 30 лет нашел ее через интернет и купил вновь. Это было большой удачей, что я смог случайно наткнуться на нее в сети интернет. Это была моя действительно любимая машина, и сейчас я намерен вновь ее восстановить и участвовать в ралли в следующем году. Кстати, я помню в 80-х, как приезжала команда русских. По-моему, на автомобиле «Москвич», они участвовали в ралли «Швеция». Была очень забавная история. Мы остановились на заправке, и хозяин сказал нам, что только что здесь побывали русские и скупили все освежители воздуха. Вы знаете, такие елочки, которые вешают в салоне. Они купили целую коробку. Не знаю, для чего им это понадобилось. Плетящие щебенки, можно догадаться, что пошли боевые машины. Всего 4 класса, в зависимости от типа привода и объема мотора. Эти валят на все деньги, не боясь попортить лакокрасочное покрытие. Это настоящее соревнование, с той лишь разницей, что нет гонки вооружений. В машине может быть установлено только то, что стояло в ней изначально 30 лет назад. Ни больше, ни меньше. От этого бюджет команд более стабильный и скромный, нежели в современных гонках. Но зрелищность от этого нисколько не проигрывает. Midnight Soul Rallyet вновь набирает обороты. За три дня гонок его вживую увидели несколько десятков тысяч человек. Люди приходят на специально отмеченные места для публики, невзирая на расстояние и проливные дожди. Они готовы промокнуть до нивки, лишь бы увидеть легендарные автомобили и народных любимцев, шведских пилотов. Во многих местах гонка проходит под частным владением. Для любого фермера огромная честь предоставить свою грунтовку. На контрольных пунктах работают волонтеры из окрестных деревень. Дети раздают участникам воду, помогают отмечать результаты. Все сделано для людей. В больших городах, например, в Элме и Карлштадте, устроены короткие зрелищные спецучастки. Последнее действие происходит на местном ипподроме. Здесь нет ограничений, поэтому участники регулярного зачета могут тоже оторваться по полной. Все на виду у зрителей и соперников, которые тоже не прочь полюбоваться на выступление раритетных машин. Во всем мире автомобили старше 30 лет превращаются не в металлолом, а в достояние культуры и истории. Их охраняют так же, как архитектурные памятники. К сожалению, у нас в России пока не так. А ведь сколько жигулей, москвичей и волк готовы хоть завтра выйти на старт вот такого тралли. Но это было лирическое отступление. Тем временем наш российско-французский экипаж упорно боролся с автомобилем. Реплика оказалась абсолютно сырой. Несколько неработающих передач и мотор, работающий только на повышенных, вот две главные головные боли. Несмотря на это, САП-99 Турбо под управлением Владимира Антонова и Денис Жиротде находил себе силы выезжать на старт очередного СУ снова и снова. В ходе гонки экипажа несколько раз удавалось попадать в пятерку своего зачета. Но из-за небольшой аварии, результатом которой стала погнатая крыло и разбитая противотуманка, им пришлось откатиться далеко назад. Победителем в боевом зачете в Ниднадцой ралли стал Кеннет Бэкланд на Форте Скорта Рес. Среди регуляров лучшим стал Хин Пенти Юхань Хинтика на Жуке. Но на этом ралли не закончилось. Одним из пунктов остановки был Троль Хэттон, альмаматор автомобиля САП, где как раз проходил фестиваль САП. Напарник по команде Йорген Троид устроил для Антонова персональную экскурсию по музею. Кстати, в эти дни музей распахнулся от двери абсолютно для всех. Можно было увидеть не только весь модельный ряд, но и легендарные спортивные болиды прошлого, а также концепты. Посреди музея красовалась новинка экспозиции – лимановский прототип. Правда, не САП, а боевой спайкер. Атмосфера была самая, что ни на есть праздничная. В честь спасения САПа заводчане дали ужин, куда пригласили всех желающих. В дружеской атмосфере автомобили, включая новенький спайкер и Лерон, традиционный шведский стол и воспоминания коррекеев о былых победах и даже планы на будущее. Кажется, теперь у бренда оно все-таки есть. По крайней мере, так считают глава спайкера Виктор Миллер и его новый коллега Яна Кийонса. Сегодня действительно открывается новая история предприятия, у ворот которого еще вчера стояли ликвидаторы. Фирма делает ставку на новый САП-95, но это совсем другая история. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ